В СМИ прошла информация, будь то к 2019 году в России могут сократить более 10 тысяч научных сотрудников и преподавателей, а в вузах уже к 2017 году могут сократить 40% бюджетных мест. В Министерстве образования ответили, что никаких планов у них на этот счет нет. Но ведь это не значит, что такие планы не появятся в дальнейшем. Показательна в этом смысле история с Павлом Астаховым. Сначала объявили о его увольнении, потом это опровергли, а потом опровергли и опровержение. Может и с образованием также? В любом случае предупрежден, значит вооружен. Нужно понимать, чем может обернуться очередная оптимизация науки и образования. Своим экспертным мнением на этот счет поделился соавтор проекта «Последний звонок», историк, автор единого учебника по истории России Евгений Спицын. Я смотрю на это с огромным возмущением и с огромной печалью, хотя ничему не удивляюсь. Дело в том, что у нас на протяжении всего постсоветского периода планомерно год от года реализуется программа по уничтожению нашего образования. Это уничтожение, естественно, прикрывается всевозможными рода инновациями, реформами, разного рода педагогическими теориями по поводу вариативности образования, по поводу детсоцентризма образования, по поводу оптимизации образования и так далее, и так далее. А цель поставлена самая элементарная – разрушить всю советскую систему образования, саму методу советского образования. И каждый год мы слышим о скандалах вокруг ЕГЭ. Каждый год Министерство образования обещает так зареформировать систему, что дети будут получать лучшее образование в мире. Но, как оказалось, у правительства есть свои расчеты, по которым 65% населения вообще не нужно высшее образование. Об этом в июле заявила Ольга Голодец. Ну и потом еще один важный элемент наших реформаторов – это сегрегация образования. То есть создание неких таких локальных учебных заведений, главным образом, естественно, платных, где будут обучаться дети богатых буратин. А кто у нас владеет бабками? Олигархат и прикормленные им структуры. Вот их отпрыски будут получать достойное полноценное образование за большие деньги, а вся остальная масса будет обучаться на уровне 2 плюс 2. То есть им будут давать минимальный объем знаний. Евгений Спицын напоминает, что началось все это с развала Советского Союза. В 90-х, правда, система образования еще держалась, но теперь ее добивают. В 90-х годах это еще было терпимо. Еще основную массу педагогов составляли советские учителя, советские директора школ. Были еще живы многие академики выдающиеся. Да и не до этого было дело. Надо было распиливать, что пожирнее заводы и так далее. А сейчас, в 2000-х годах, особенно в 2010-х, уже по-серьезному взяли за систему образования. Но связано это со многими обстоятельствами. Практически вымерла вся плеяда советских педагогов. Приняли новый трудовой кодекс. Это дубинка, очень удобная для министерства, для департаментов, даже для администрации школ. Поэтому все учителя, все преподаватели вуза просто стали сервилистами, потому что им надо кормить семьи. Никто не хочет потерять работу и прослыть белой вороной. Они между собой возмущаются, но они боятся открыть рот, потому что по отношению к ним сразу будут применены репрессии. Что мы имеем в итоге? Даже если сокращений научных сотрудников и бюджетных мест в вузах не будет, все равно в образовании и в науке разворачивается настоящая катастрофа, уверен Евгений Спицын. То есть у нас просто там катастрофа. Причем эта катастрофа рукотворна, и его участие в этой катастрофе приняли все. Идеологи этого образования, типа господ Масмолова, Спаржака, Адамского, Болотова, Щедровицкого того же. И тех, кто возглавлял наше министерство образования. Я имею в виду всех этих министров, заместителей министров, руководителей департаментов. Если к выборам 2018 года понимания этого не произойдет, то дальше да, уже будет катастрофа. Дальше уже ни о каком шуберенном российском государстве говорить не придет. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».